Теперь второй скретик, который тоже я обещал в прошлый раз сделать. Число сочетаний из D1 по S плюс число сочетаний из D2 по S плюс так далее. Плюс число сочетаний из Dn по S, деленное на N, было у нас... Вспоминайте, какой там знак стоит? Меньше. Равно. А на самом деле? Больше. Больше или равно, чем число сочетаний из среднего арифметического по тому же самому S. Ну, во-первых, я должен на всякий случай напомнить, что такое вот эта штука. Число сочетаний из X по S. Ну, давайте скажем, число сочетаний из X по 1, это X. Число сочетаний из X по 2, это X умножить на X минус 1 по 1. Число сочетаний из X по 3, это X умножить на X минус 1, умножить на X минус 2, разделить на 6. Ну, и в общем виде, число сочетаний из X по S, это есть X умножить на X минус 1, на X минус 2 и так далее, на X минус S плюс 1. Все это разделить на S-факториал. То есть, иногда я это еще так записываю. Это X в убывающей S-той степени разделить на S-факториал. Это очень полезное обозначение, убывающее с той степени, где тут как раз есть такая штука. X умножить на X минус 1, на X минус 2 и так всего S умножить на X. Так вот, господа, оказывается, для того, чтобы это неравенство стало очевидным, а я утверждаю, что оно очевидным, мы с вами должны вообще поговорить о том, что такое выпуклая функция и какое неравенство обязательно верно для любой выпуклой функции. Давайте, поскольку я считаю эту тему очень важной, давайте я подробно это расскажу для случая, когда S равняется двойке. Потому что тогда легко нарисовать график, а главное, что это в точности совпадает с школьным курсом математики. То есть, это вы обязаны знать. Ну, а общий случай, он на самом деле похожий, то есть, идейно то же самое, только там чуть-чуть больше по сравнению, и мы все сделаем. Итак, скажите, пожалуйста, как выглядит график Y равняется X умножить на X минус 1 пополам. Ну, по-моему, понятно так. Если X равно 0, то это 0. Если X равняется 1, то это тоже 0. А вообще-то это параболия. Если X равняется двойке, то это 1. Если X равняется минус 1, это тоже. Вообще-то, ребята, это понятно, стандартно, совершенно в школе. Вершина 1, 2, 1, 8. Да-да-да, вершина в точке 1, 2, 1, 8. Минус 1, 8. Все понятно. Это параболия. Так вот, давайте теперь поймем, для случая S равного двойке, как выглядит вот это неравенство. D1 умножить на D1 минус 1 пополам, плюс D2 умножить на D2 минус 1 пополам, плюс и так далее, и так далее, плюс Dn умножить на Dn минус 1 пополам. Все это разделить на N, больше или равно, чем вот этот вот двойке. Слушайте, можно я для простоты это обозначу буквой D, хорошо? Потому что каждый раз писать будет неправильно. Итак, D умножить на D минус 1 пополам. Вот так неравенство выглядит в этот случай S равного. А теперь давайте попытаюсь объяснить, что... Так, так, давайте еще раз. D это среднее арифметическое число. Среднее арифметическое, эти, даже. Так вот, я сейчас на картинке попытаюсь нарисовать смысл вот этого неравенства. Это очень просто. Где-то у нас есть число D1. Ну, в принципе, это может быть и ноль, и единица, и какой-то большой коронечко. Вы помните, что на самом деле у Григородского D2 это было количество ребер, выходящих там из какой-то точки. И вот, но на самом деле это неравенство будет вообще верным всегда. Поэтому, в принципе-то, я могу разрешить даже отрицательное D, хотя это никакого комбинаторного смысла в нашей задаче в дни нет. Но тем не менее, мне сейчас все равно. Мне важно, что парабола это функция выпуклое множество. Что такое выпуклое множество? Если вы берете любой отрезок с концами на параболе, то он весь лежит выше, чем эта самая парабола. Так вот, господа, где-то на параболе лежит точка с какими координатами. Вот давайте посмотрим. Здесь у меня координата. Это D1 умножить на D1 минус 1 пополам. Где-то на них такое другое число, D2. У нее координата это D2 умножить на D2 минус 1 пополам. И так далее. Итак, на оси абсцисс я отмечаю точки D1, D2 и так далее, Dn. Каждый из них соответствует значению функции. А именно, там, Dк соответствует значение Dk, я умножить на Dk минус 1 пополам. Отлично. А теперь заявление. Если на параболе лежит несколько точек, ну, ребят, например, давайте, пусть будет три точки, да? D1, D2 и D4, а D3. Вот они лежат на параболе. То у этих точек есть центр тяжести. Что такое центр тяжести? Это нужно взять среднее арифметическое абсцисс, то есть D1 плюс D2 плюс D3 плюс D3 на 3. И надо взять среднее арифметическое ординат. То есть надо вот это число, это, ну, и, соответственно, там, D3 умножить на D3 минус 1 пополам. Но надо взять, и это будет центр тяжести вот такого треугольника. Все помнят, у треугольника центр тяжести это точка плюс синемидиал. Правильно? Так вот, Господа, центр тяжести треугольника будет лежать выше параболы. Замечательно. Так, но центр тяжести, давайте поймем, какие у него координаты. Так, я считаю, что эти формы уже все запомнили, поэтому я их сотру. И давайте я обратно напишу абсциссу и ординат центра тяжести. Итак, центр тяжести. Так, причем давайте в общем видим. Значит, итак, абсцисса. Абсцисса, это просто-напросто наше D. Это D-1 плюс D-2 плюс D-1 плюс D-1 плюс D-1. Замечательно. Ордината. Ордината. Тоже понятно, что такое. Это надо взять вот эти вот числа, сложить и разделить на это. То есть число сочетаний из D-1 под 2 плюс число сочетаний из D-2 под 2 и так далее. Плюс число сочетаний из D-2 под 2 и все это разделить на это. А вот теперь смотрите. Давайте я даже картинку нарисую отдельно, потому что это уж очень важно. Вот она картинка. Вот идет парабола. Вот где-то здесь точка. Ребята, точка лежит выше, чем вот эта точка на параболе. Согласны? Вот что значит? Точка лежит выше параболе. Это значит, что если пойти от нее вниз, то ранее или поздно вытолкнешься на параболе. Правильно? Отлично. А как зовут вот эту точку? Ну, абсциссу у нее, это наше D. А ордината у нее какая? D-1. Число сочетаний из D под 2. У меня график задан формулой. Помните, как у равняется x на x плюс 1 под 1. Здесь есть любая точка x, то точка на графике – это x умножить на x минус 1 пополам. Ну, то есть, число сочетаний – x плюс 1, да? Вот. Значит, вот эта точка выше этой. Ну, что такое эта точка? Это среднее альфиметическое чисел сочетаний. А что такое это? Это число сочетаний, посчитанное от среднего альфимического числа. Идею все поняли? Да? Да. Надо объяснить, как это будет выглядеть для 3, 4, ну, для разных s. Господа, разумеется, для s равных 3 график – это не будет график второй степени. Но, тем не менее, нарисовать-то я его могу. И давайте обсудим, почему идеи выпуклости абсолютно так же сработают. Смотрим, как выглядит график y равняется x умножить на x минус 2, умножить на x минус 2, увеличить на 2. Если x равняется 0, то это 0. Если x равняет 1 или x равняется 2, то это 0. Многочлен третьей степени. Если число x отрицательное, то все три множители отрицательные. Поэтому при отрицательных он идет так. Если их больше двух, то все при множестве положительные, поэтому он идет так. Так вот, господа, видно, что идея выпуклости, извините, не верна. Потому что невозможно считать, что этот график выпуклый вверх. Здесь он, конечно, выпуклый. А вот здесь он все еще выпуклый. А здесь совершенно нет. Но, ребята, у нас число dn это число целое. Это количество ребер, выходящих из вершины. Поэтому нас не интересует, что бывает, когда d это какая-нибудь тропинка. Мы приспокойненько можем вот этот вот график, который невыклый, превратить вот в какой-то. Вот эту часть у него надо вообще выпустить. Вот эту часть у него выпустить. И эту часть надо выпустить. А заменить их просто-напросто на число 0. То есть, смотрите, от минус бесконечности до двух функций идет вот так вот. Просто горизонтальный луч. А после этого она идет, как раньше шла. И совершенно понятно, что доказывать, господа, надо только выпуклость вот на этом участке. На участке от двух до бесконечности. Потому что, разумеется, прямая выпуклая линия. Вот, замечательно. Дальше проблема, состоящая в том, что, боюсь, многие из вас просто еще не знают, что такое производная. Дело в том, что те, кто знают, что такое производная, дальше могут сказать очень простые слова. Функция выпуклая, это что-то, что означает. То есть, в каждой точке здесь есть касательная. Так вот, надо, чтобы угловой коэффициент касательных возрастал. Проще говоря, что производная должна... Не убывал. Не убывал, да. Производная, значит, просто возрастает. Что производная возрастает. А производная возрастает, значит, что вторая производная неотрицательная. Ну, замечательно. Как взять производную от этого выражения? Ну, понятно как. По правилу дифференциренное произведение. Это нужно продифференцировать отдельно, вот это. Остальное можно переписать. Производная эта ставит на единицы. Потом надо продифференцировать, здесь нужно остальное переписать. Их за х минус 22. И потом, наконец, продифференцировать последнее. Основное переписать. Их на х минус 11. Ну почему эта сумма возрастает? Потому что каждый слоганник возрастает при ее возрастании. Ребят, еще раз. Это для тех, кто знает, что такое производное. Для тех, кто не знает, что такое производное, добрый совет, узнайте. Я не считаю нужным, сейчас изобретать какое-то решение для тех, кто не знает, что такое производное. По той простой причине, что быстрее и проще узнать, чем придумывать какие-то окольные пути. Еще раз, те, кому это стало интересно, считайте, это вам и для физики полезно будет и так далее. И в общем случае для любого рассуждения ровно такое. Мы заменяем график, который выглядит действительно вот так, несколько колебаний, и потом пошло. Заменяем его на то, что он ноль до последнего числа, до числа S-3, и дальше пошло. Так, все. Я считаю, что рассказал этот сюжетик. Пожалуй, единственное, еще полезно показать вам несколько применений. Дело в том, что кроме функции x умножить x минус 1 по баллам, или других чисел сочетаний, вообще-то на свете еще много других разных интересных функций. Давайте возьмем какую-нибудь и посмотрим, как для этой самой функции выдать это неравенство. Так, давайте я, во-первых, выключу в общем виде, да? В общем виде оно записывается так. Если функция f является выдвинутой вниз, если она выдвинута примерно так, то в таком случае, когда вы берете функцию от среднего арифметического нескольких чисел, а здесь значение от этого среднего арифметического нескольких числа. Вот давайте, для такой неравенства. а плюс b в квадрате пополам не больше, чем а в квадрате плюс b в квадрате пополам. Действительно, если вы посмотрите, то это вот что такое. Это то, что а плюс b в квадрате пополам меньше или равно чем 2а квадрат плюс 2b квадрат. Раскрывая эти скобки видно, что это действительно чинили. Для трех это А плюс Б плюс С разделить на 3 в квадрате меньше или равно, чем А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат делить на 3. Опять-таки, можете посмотреть, подоказывать, и все получится. Так, вместо Х квадрата можно взять что-нибудь интересное. Например, вместо Х квадрата можно взять корень, у равняется корень из Х. И неравенство сразу, ну, во-первых, это, конечно, Х-си должны быть отрицательные, бюджетные, и неравенство сразу изменится. А именно, будет так, корень из среднего альфематического, из Х1 плюс Х2 и так далее, плюс Х1. Заметьте, выпуклость, направление выпуклости изменилось, и поэтому это будет больше и не равно, чем среднее альфематическое корнее. Вот, между прочим, если вместо Х подставить, вместо Х катова подставить З катова в квадрате, то тогда будет так. Здесь будет корень из суммы квадратов, да, вот, а здесь будет просто-напросто сумма этих самых З. И, если вы возведёте в квадрат, то получится, что это то же самое неравенство. То есть функция у нас изменилась, но на самом деле, по сути, неравенство получилось то же самое. Ну, хорошо. Вторая попытка существу ничего нового не дала. А вот интересно, если мы возьмём и в качестве функции просто-напросто И равняется 1, не равно на Х. Как в таком случае, ну, во-первых, функция у нас вниз, поэтому неравенство, вот так, да, и знак неравенства такой. Как в таком случае у нас запишется неравенство? Очень просто. Единица, делённая на Х1 плюс Х2 и так далее, плюс Хn, делённая на Н, то есть, я переворачиваю. Получается, н делённая на Н, меньше или равно, чем 1Х1 плюс 1Х2 плюс 1Хn, делённая на Н. Что это такое? Если перевернуть обе дроби, слева и справа, то получается, что среднее арифметическое больше или равно, чем вот это число, надеюсь, все знают, как оно называется. Оно называется среднее гармоническое. То есть мы доказали, что среднее арифметическое всегда больше или равно среднему гармоническому. Замечательно. Есть ещё известная функция, а именно логарифм. Ну, опять-таки, кто-то из вас может, к сожалению, просто не знать, что такое логарифм. Вот, ну, что называется это. Итак, у равняется, ну, хотите скажу, логарифм Х по основанию х, да? Заметьте, она выпукла вверх. Поэтому неравенство будет не такое, как там, когда выпукло вниз, а наоборот. Ну, замечательно. Итак, пишу. Логарифм от среднего арифметического, Х1 плюс Х2 и так далее, плюс Хn, делённое на Н, больше или равен, чем среднее арифметическое логарифм? Хорошо. Чем среднее арифметическое логарифм. Давайте подумаем, как бы это можно было бы удобно писать. Сумма логарифмов – это то же самое, что логарифм произведений. Поэтому здесь, на самом деле, у меня логарифм от произведений. Х1, Х2 и так далее, Хn. Смотрите. Давайте обе части на Н умножим. Тогда неравенство запишется так. Н логарифмов от числа, от среднего арифметического, у меня должно быть больше или равно, чем логарифм от произведений. Замечательно. Если логарифм, умноженный на Н, это то же самое, что логарифм Н-и степени. Подпишись, сотру, и здесь поставлю возведение в Н-ю степень. Господа, мы с вами получили неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. То есть, если берешь среднее арифметическое, нескольких положительных чисел, что-то из логарифм брати, чисел должны быть положительные, да? Если берешь нескольких положительных чисел, возводишь их среднее арифметическое в Н-ю степень, то это будет больше или равно, чем произведений. Ну или другими словами, если из обеих частей извлечь корень на Н-ю степени, то просто среднее арифметическое больше или равно среднего геометрического. Вот так вот функция логарифм позволяет доказать неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Так, давайте еще последний пример, и перейдем к следующему сюжету. Понятно, что неравенство, ребята, это можно на толстую нишу набрать. То есть, брать разные функции, смотреть и будет, что называется, будут получаться разные реалисты, там можно комбинировать, там целый наук. Итак, берем функцию 2 в степени х. Она выпукла вниз, поэтому, когда берешь и двойку возводишь в среднее арифметическое, то это будет меньше и не равно, чем среднее арифметическое степени х. 2 в степени х1, 2 в степени х2 и так далее, 2 в степени хн. Ну, неравенство, конечно, замечательно. Можно ли его как-то понять? Да, можно. Дело в том, что вы можете сделать так. Можно ли обозначить у1, это 2 в степени х1, у2, это 2 в степени х2 и так далее, и так далее, ун, это 2 в степени хн. Тогда понятно, что вот это число, это корень н в степени из произведения и. А вот это число, это среднее арифметическое. Ну, господа, а вообще-то, если приглядеться, это и есть неравенство среднего арифметического и среднегемтического. То есть, для логарифма мы получили его, и рассматривая функцию 2 в степени х, мы на самом деле получили то же самое неравенство. Вот это и есть неравенство.